Друзья, всех приветствую! С вами Владислав Север. Вещаю из своего скромного коптильного цеха. Сегодня я буду коптить мясо различное и делать для вас обзор. Буду пробовать новый парогенератор, турбосетку, как они работают, как они функционируют, ну и делать качественную продукцию. Коптить я буду на своей новой коптилочке от Ипофедотова. Это проверенное качество производства в городе Севастополь, на которой я работаю уже долгое время. Вот такая вот кормилица у меня стоит 1300 на 1300 литров. Там куча всего навешанного, турбосеточку приготовил. Сегодня я буду коптить окорок. Там шейка висит у меня упакованная, много шейки. Вот грудинка, значит, висит, карбонат висит. Эти вот грудочки просто обвяливаются пока вместе с продукцией. Я из них буду делать карпачи, коптить их потом холодным дымом отдельно. В процессе копчения я их уберу. Так, сейчас продукт у нас вывешен на обсушку. Буду ставить турбосетку и первый раз ее тестировать. Как она себя покажет, будем смотреть. Друзья, сегодня с утра я уже снял и упаковал скумбрию. Закопченную ночью. Сама она у меня коптилась. Вот с утра снял. Вот такой замечательный результат. Сейчас я поеду с ней на доставке. Пока у меня идет процесс обсушки мяса. Процесс постоянно идет, бесперебойная работа. Вот, значит, первый раз я буду тестировать турбосеточку. Такая вот тема. Значит, турбосеточка установлена. Устанавливается нужная температура для сушки. Включается режим турбо. Это запитывает розетку. Вот, не забываем. Вот тут стоит блокиратор защиты. Кнопочка. У турбосетки есть такая шпонка. Вот мы ее застегиваем, чтобы тены работали. Без этого не будет работать система тенов. И при закрытой двери тоже она зажимается. То есть, когда дверь у нас открытая, тены отключаются. Вот. Значит, сеточка установлена. Включаем. Начинают работать мощные кулеры. Вот. Тяга создается. То есть, вихревая. И продукт должен у нас обсушиться максимально быстро. Сейчас мы будем это смотреть. Обычно на конвекциях, ну, сушится часа 4-5. Сейчас нужно мне это сделать быстрее. И сегодня также я буду пробовать тестировать парогенератор. От Видотова. Мясо будем парить. После этапа копчения. Это я вам тоже обязательно покажу. Ну, что, друзья. Турбосетка отработала полтора часа. Продукт снаружи отсох. Влаги нету. Можно запускать процесс копчения. Также я буду использовать функцию автоматического отключения. По готовности продукта. Для этого у нас есть вот специальный контроллер. Контроль температуры. Мы устанавливаем тут нужную нам температуру, когда тены, чтобы погасли. Вот я установил 70. Ну, сейчас поставлю, наверное, 68. 68 будет достаточно. С учетом инерции поднятия температуры, он у нас остановится. И она еще будет какое-то время расти. Все, температура у нас установлена. Будем подавать дым. Так, переключаем с турбо режима на дым. Это включает у нас розеточку. Дымогенератор. Вот он на максималку у нас включен. Начинаем разжигать щепу. Видим, как баночка у нас наполняется. Вот, я обычно разгоняю его на максимуме. Жду минутку, а потом убавляю обороты до 1,3 положения регулятора. И оставляю на копчение. Камера начнет у нас сейчас наполняться дымом. Сейчас мы еще установим температуру. Для копчения сейчас 50 градусов. Подставим градусов 80. После обсужки тены включены. И снизу и сверху антиконденсат, чтобы на продукт не капало. Камера начинает заполняться дымом. Все, ждем процесс копчения, когда закончится. И будем подавать пар. Так, друзья, копчение прошло. Осталось чуть-чуть градуса нагнать. Вот, значит, парогенератор. Сейчас первый раз буду запускать сюда. Значит, водичку мы заливаем. Включаем автомат. И запускаем наш парогенератор. Вот. Стоит защита. Если вдруг вода кончится, лампа погаснет, значит... Значит, он не поит уже. Значит, воды мало. Но можно его в общую систему водопровода подключать, чтобы постоянно воду он набирал. Там поплывок стоит, и клапан блокируется. Наполняется емкость, то есть, автоматически. Емкость рассчитана на полтора часа полная. Значит, вот он, вибрация началась. Начал он работать. Трубка нагрелась очень. Ну, то есть, в ней пар дотронуться невозможно. Не забываем перекрывать кран дымогенератора. И вот у нас процесс уже коптится. То есть, видно, на стекле у нас образовалась обильная влага. Продукт пропаривается, варится. Сейчас мы его пропарим до нужной нам температуры. И будем смотреть результат. Автомат должен сработать. Вот он, сейчас у нас продукт 67,4, 68. Должно отключиться все на автомате. Что, друзья, контроль температуры сработал. Все остановилось. ТН отключились автоматически. Парогенератор отключился автоматически. Наше мясо готово. Сейчас будем смотреть результат. Ох, парит. Вот такой вот бешеный результат у нас получился. Огонь. Мясо подварилось. Шкурка мягкая. Все готово, пропарено. Спасибо за внимание. Обращайтесь за консультацией. Субтитры создавал DimaTorzok